Всем привет! Сегодня в моем обзоре я расскажу вам о этом недорогом рюкзачке, который я заказал на Алиэкспрессе. Его цена, особенно по акции, ориентировочно около 10-13 долларов. В обычные дни, когда акции нет, он немножко дороже продается, там порядка 16 долларов. Ну, в принципе, что так, что так, это получается достаточно дешевый, туристический и в то же время городской рюкзак. Вот так он выглядит. Я себе купил зелененький цвет, защитный. В лесу его практически незаметно, в городе он тоже не бросается в глаза. Ну, за исключением нескольких ярких элементов, которые, в принципе, можно заменить. Итак, о самом рюкзаке. Здесь три кармана в рюкзачке, которые застягиваются на молнию. Начинаем с самого маленького. Так, открываем. Кармашек открывается посередине, вот здесь помещается моя рука. Положить сюда можно, например, ракетку для тенниса, ну, либо даже парочку ракеток для тенниса для маленького настольного, для пинг-понга. Следующее отделение уже средненькое. Вот так оно по кругу открывается. Уже гораздо побольше. Достаточно неплохой. Единственный минус, что здесь нет никаких, не знаю, зацепов, никаких кармашков, дополнительных молний. Положить сюда ключи, фонарик, ручку, еще какой-то инструмент, оно все будет валяться. То есть, это один из основных минусов всех китайских рюкзаков. Они не думают о том, как им будут люди пользоваться. Поэтому в данном случае вам придется взять кусочек ткани и нашить себе здесь отделение, те, которые вам необходимы. Застегиваем назад. И основное отделение, большущее. Оно у нас с двумя бегунками. Просто-таки огромное отделение с подотделением на спине, для того, чтобы вы могли положить сюда, например, планшет, либо, может, даже ноутбук, либо бумаги какие-то, папки. Внутри тоже ничего дополнительных, никаких прикреплений нет. Так, теперь возвращаемся к внешней стороне рюкзака. Рюкзак одного цвета. В данном случае это зелененький, хаки. Сверху на всех рюкзачках есть вот такая вот вставочка под кожу, на которой нарисована, чтобы вы не думали, это лошадь. И разъясняется это вот этой надписью, Flame Horse. Flame – это пламя, Horse – это лошадь. То есть получается что-то вроде пламенной лошади. Далее, мы имеем две боковых стяжки, с каждой из сторон на фастексах. Фастексы работают, качество среднее. То есть нельзя сказать, что плохое, достаточно нормальное качество. Стяжки позволяют регулировать ширину рюкзака. Видите, вот так он широкий. Если мы стянем его, он уже таким широким, уже не станет. Если он у вас пустой, вы можете его стянуть, и он будет спокойно, красиво висеть у вас на спине. Еще два дополнительных карманчика на сеточках сбоку, куда вы можете положить, например, салфеточки, шапку, я не знаю, шарфик свой, бутылочку воды поставить. Хотя, если говорить о бутылочке воды, карманчики слишком широкие, и там бутылка 0,5 литров, она здесь потеряется. То есть здесь скорее поместится какая-то полутора литровая бутылочка. А чтобы ее держать, надо будет воспользоваться вот этой вот стяжечкой. Сусловно, вставили бутылочку, а сверху стяжечкой натянули ее. Так, далее. На всех бегунках, на всех молниях у нас вот такие вот прикольные штукенцы. Zipper Pool называют. Снизу вот такие вот петли висят. Нижние стяжки для крепления какого-то оборудования нету, но есть вот эти вот петли. И есть вот такие вот растягивающиеся петелечки с двигающимся здесь устройством. Видите, дно достаточно широко. Переворачиваем на другую сторону. Здесь большая ручка. В принципе, удобная. На спине сделано подобие воздушной такой прослойки, для того, чтобы спина не потела. Сделано средненько, но, в принципе, для такого рюкзака вполне нормально. Шлеечки, лямки, на которых рюкзак мы носим. Тоже здесь сделана мягкая такая защита, крепление. Сделаны дополнительные... Видите, вот так прошито, тоже что-то можно зацепить. Колечки для крепления, снова-таки снаряжение. Передвижная здесь стяжка на груди, на фастексе. Здесь можете сместить куда надо. И интересно, что этот фастекс у нас со свисточком. Свисточек слабенький, но тем не менее есть. А ну-ка. Свисток, он китайский в Африке, китайский свисток. Фурнитура, которая стоит, она средняя по качеству, то есть не совсем плохая, но и до ЮКК не дотягивает. Ткани, с которой сделан рюкзак. Во-первых, она однослойная, учитывайте это. То есть никакой подкладочки здесь нет. И через пару сезонов она сотрется. То есть такого рюкзака вам приблизительно хватит на год-два ежедневной носки. Ну, не более двух лет, это по-любому. Ткань основная, внешняя. Это репсток. То есть, соответственно, она водонепроницаемая, водоотталкивающая. Внутренний, внутренняя ткань, обычная подкладочная. Ожидать от нее чего-то особого смысла нет. Все вот эти вот шлейки и самая простая ткань на ощупь не очень приятные. Резиночки, качество ниже среднего. То есть они только для красоты. Если вы будете использовать их по назначению, то их необходимо заменять. В принципе, за те деньги, за которые я этот рюкзак купил, он своих денег стоит. То есть он отработает их без проблем. Потому что у нас нормальный рюкзак, того же китайского производства, но нормальный, стоит порядка 40-50 долларов. Этот рюкзак стоит до 15 долларов. Соответственно, качество соответствует цене. Я, со своей стороны, за эти деньги этот рюкзак рекомендую. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин